Этот взрыв, точнее хлопок, слышали на всех соседних улицах. Жители окрестных домов поначалу подумали, наверное, праздничный салют. Ежедневно идут фейерверки, наверное, я подумал об этом. Ну вообще, я дома сидел, поднимался по лестнице, и такой хлопок, аж перил тряслось. Я не знал, что думал делать. Предварительная версия – взрыв бытового газа в одном из офисов на нижнем этаже. После этого обрушились перекрытия между первым и вторым этажами, и частично между вторым и третьим. Дом на Алексея Толстого, 74, элитный, самый центр города и улучшенная планировка квартир. Спасательные работы продолжаются всю ночь. Сотрудники МЧС разбирают завалы. Дом новый, еще не сдан в эксплуатацию. Именно поэтому, говоря специалисты, больших жертв удалось избежать. Троих пострадавших из-под завалов вытащили почти сразу. Все они госпитализированы. Муж с женой провалились на этаж вниз во время обрушения перекрытий. У еще одного жильца – серьезные ожоги. У жены в основном это ушибы, так скажем. У мужа – черепно-мозговая травма. А вот один из находившихся здесь людей пострадал наиболее серьезно. У него ожоговая травма. Находится он, соответственно, в отделении термических поражений. Там ожог достаточно обширный, кожных покровов. Вот здесь состояние тяжелое, но врачи будут делать все, что от них зависит. Разбор завалов завершился только под утро. Погибших не обнаружено. Три квартиры полностью разрушены, еще шесть повреждено. Взрыв был настолько сильным, что даже в соседнем здании выбило оконные рамы. Будут ли выплачивать компенсации пострадавшим – неизвестно. Пока в здании перекрыли подачу газа и воды. Новоселье в элитном доме откладывается на неопределенный срок. Михаил Чернов, Игорь Акимов, Олег Брыкин. НТВ. Самара.